Сейчас хотела привести примерчики по трансформации шаблонов мышления. То есть мы под постами с вами пишем причины, почему мы хотим иметь денег, хотим их не иметь, причины, почему мы хотим быть бедными. Шаблонов на самом деле очень много. Любой шаблон, любая программа, они все имеют дуальность, то есть две крайности. И наша задача, у нас есть задание такое, соединить шаблоны, то есть сначала мы их выявляем под одним постом, под другим постом мы их соединяем, как найти единое целое между двумя крайностями и увидеть, что это одно единое целое. И вот сейчас просто хотела зачитать уже готовые трансформации, такие как изменения застой, ненависть, любовь. Сейчас перечислю, какие программы я вам трансформировала. Но я трансформировала их на консультации с девочкой, и это её трансформации, они мне очень понравились. Я сейчас зачитаю как пример, как мы рассуждали. Причина в других, причина во мне, то есть это же тоже разделяем, да? Реально, нереально, да, это же нереально, часто мы такое говорим. Смерть, жизнь, что это целое. Что такое, что такое за чувство и слово «мама», я не помню, что мы там делали. Эгоизм и отрешённость, боль, здоровье, гордость, ничтожество, гордыня, принимать, изменять, гибкий, негибкий, сейчас ещё скажу, какие программки у нас будут сегодня. Вина – невиновность, страдание – жизнерадостность, возможно-невозможно, вера – недоверие, уверенность – неуверенность, хочу – не хочу, или желаю – не желаю. Новое – старое, что новое – это старое, старое – это всё новое. Нежное – грубое, спокойно – беспокойно, принятие – непринятие, удовлетворение – неудовлетворённость, правда – ложь, искать – не искать, оценка – безоценочность, неоправданные ожидания, то есть ожидание и неожиданность, отказывать – не отказывать, управляемая – неуправляемость, то есть управлять – неуправлять, неуправляемость, должен – не должен, нужность – ненужность, зависимость – независимость, старость – молодость, правильно – неправильно, ох, сколько у нас тут много шаблонов, поэтому я их быстренько прочитаю, чтобы у вас были примеры, важный – неважный, все вот эти вот шаблоны были под нашими постами потому что они все у нас одни и те же радость грусть неожиданность ожидания уходить приходить нужно не нужны доказательства доказательства и бездоказательность мы трансформируем в целое наш о для того чтобы что-то рассудить обсудить начинает опираться на свои старые знания на свой старый опыт на свои шаблоны мышления то есть программа и опять начинается путема но в старом нового нет в старом нашем мышлении в наших знаниях потом если бы был ответ он уже бы был но его там нет нам его нужно создать и чтобы ум на эти старые знания на старый опыт не опирался мы придумываем невероятно странную картинку она не должна эта картинка быть как-то похожий к нашим словам что там изменение застоем сразу там застоявшиеся вода она приходит но мы не должны кидать ассоциации мы сначала должны придумать нелепую картинку который ну никак не связано с нашими изменениями застоем там старшими словами и только потом уже начать через нее накиды в ассоциации осознавать через эту картинку то есть операции на нее ваша ошибка ошибки тоже сегодня рассмотрим ошибок нет это ваш рост познания вы все равно получите опыт хрен с ним просто это дольше будет путь вы пытаетесь чтобы рассудить какую-то программу найти единое целое то есть две стороны медали чтобы увидеть саму медаль да мы начинаем придумать картинку подгоняя эту картинку уже чтобы она была похожа под наши слова слова под наши крайности и поэтому не всегда четко и классно вам приходят ответы вот например ненависть и любовь да какие ассоциации ой я вижу поток я вижу сердечки то есть не надо к этим словам подгонять ваши ассоциации нужно наоборот сначала придумать червяка в земле или летящего летящую корову в космосе или там инопланетянина в скафандре или чашку кофе что никак не связано с этими словами и только потом подгонять ассоциации через эту картинку надеюсь вы все поняли так изменение застой две крайности две противоположности трансформируем в новое значит пришла такая картинка земля в ней черви класс люблю червяков раньше с ними играла все детстве прям любила всякую нечисть ну и мы начинаем рассуждать эту картинку земля стоит она же не двигается то есть это что-то твердое твердь и тут дальше начинаем обсуждать ага конечно она не двигается она же крутится она вертится и все у нее летит и дышит вулканы как прыщи нарывают в ней кучу жизни копирует наше тело также живет все двигается все дышит там происходят в земле жестоко процессов то есть вроде как одновременно земля имеет ну как бы что-то такое непоколебимое данную земля это что-то застоявшиеся да и одновременно мы понимаем что просто столько изменений происходит в долю секунды то есть дальше рассуждаем застой в измене в изменениях а изменения в застое тело спящая допустим спокойно когда спит но в нем происходит столько беспокойств вон наш мозг по сне так работает просто и вообще наше тело полностью каждая клеточка работает во сне вроде как тело обездвижено до застое но она там проходит в нем очень много изменений камень тоже возьмем картинку камня камень тоже вроде как какая-то очень плотная недвижимая застоявшаяся форма но в то же время там молекулы они очень быстро в камне вибрируют и за счет очень быстрого движения этих молекул в камне камень имеет эту твердую форму бровновское движение там происходит каждой молекулы там все очень быстро двигается двигается если в нашем камне перестанут двигаться очень быстро эти молекулы и поддерживать все эти биохимические связи которые там содержатся камень просто рассыпется то есть получается недвижимое недвижимое оно за счет движения становится движение и недвижимое это одно и то же застой изменений одно и то же как когда нам кажется что что-то остановилось там как раз происходит самая движуха почему еще многие говорят типа нужно созерцать пустоту йоги учатся чтобы была жизнь что было движение чтобы мы ее заметили вот не всегда для движения нужно что-то делать застоя не может быть где застой там движение еще быстрее то есть чем быстрее двиг двигаются вот эти молекулы допустим в камне да тем более плотную форму он содержит алмаз вроде как у нас самый твердый камень там молекулы движется намного быстрее чем в других камнях между прочим от этого он еще становится плотнее прикиньте движуха в самых плотных недвижимых формах одновременно то есть нам нужно путем рассуждения понять как недвижимое может быть одновременно движимым то есть мы понимаем чем плотнее форма и недвижиме тем больше движухи там не происходит как бы странно не звучало так же изменения они в застой когда у нас застой у нас происходит изменение а вот когда происходит изменение тогда застой когда происходит изменение мы хотим поменять материальную действительность с нами происходит застой то есть мы боремся с материальной действительностью а когда мы боремся мы не растем мы застреваем то есть наши попытки изменить материальную действительность То есть не признание в себе Творца, не принятие своей внутренней женщины. То есть принятие у нас хромает. Мы хотим изменить, мы боремся с обстоятельствами. Мы как Творцы сотворили и пытаемся что-то изменить. И вот эти изменения, которые мы насильно пытаемся сделать, для нас застой. Потому что рост — это в принятии, когда мы познаём то, что мы сотворили, мы познаём, почему мы это сотворили, мы познаём в себе Творца, мы принимающая внутренняя женщина, вот эта сила инская, янская. Мы это всё принимаем. И отсюда идёт наш рост, отсюда наша движуха. А когда мы пытаемся изменять, то это мы себе изменяем наш внутренний застой. То есть мы себя останавливаем, мы не принимаем себя такими, какие мы есть, мы этим самым себя останавливаем. А когда мы принимаемся такими, какими мы есть, не хотим ничего менять, вот тут и есть движуха, тут и есть жизнь, тут и есть рост. потому что жизнь — это рост, это постоянное изменение, не изменяя его. Когда мы насильно пытаемся изменить, значит, мы ни хрена не принимаем эту жизнь, мы себя останавливаем, мы идём в смерть, понимаете, да? То есть изменение и застой — это одно и то же. Только в какую кранность вы там впадали обычно? Знаете, что в застой самые крутые изменения, когда вы принимаете и созерцаете, и кайфуете, идут изменения. А когда вы пытаетесь изменять, тогда у вас застой. И это одно и то же, то есть застой изменения. Дальше. Ненависть, любовь. Следующая программа. Ребёнок игрушку разрывает. Картинка такая, да? Сколько сил и внимания он этой игрушке дал. Всё его существо сейчас в этой игрушке. Он её также ненавидит, как и любит одновременно. То есть любовь — это вообще поток внимания, а не то, что мы думаем, что типа «скажи, что ты меня любишь». Любовь — это процесс познания. Когда он отрывает голову игрушки, он познаёт, как эту игрушку по-новому можно увидеть. То есть он её трансформирует для того, чтобы увидеть новый опыт какой-то. Потому что уже с этой игрушкой он поиграл, он её видел целым, ему теперь интересно поиграть в другую. Он познаёт. У него огромная любовь к себе и к этой игрушке на самом деле. Кто сказал, что разрывать голову игрушке — это плохо? Ну кто сказал? Игрушка на ту игрушку, чтобы в ней играть и познавать её. А мы же люди, что думаем, сейчас купил, ты сейчас всё поломаешь, лучше я тебе ничего не куплю, и так голову оторвёшь этой кукле. Мне когда дарили кукол, я отрывала сначала парикмахерскую, устраивала все волосы на лосах, потом отрывала голову и всё. Играла либо с головой ещё какое-то время, либо с телом, понимая, что в жизни интересно, просила новую. Постоянно новое для меня было интересно. И в этом и была любовь, познание. Мы не можем одно и то же никогда делать или играть в одно и то же. Дети же нам прекрасно это показывают. Короче, любовь, ненависть — это тоже одно и то же. То, что мы ненавидим, — это всего лишь наше внимание, познать какую-то новую грань. И всё. Так, причина в других во мне. Следующая программа. Значит, картинка пришла такая. Какой-то надутый мудак сидит. Он такой сидит надутый, обиженный на всех и думает, что причина в нём. Такой, блядь, причина во мне. Я открываю глаза, мир есть, закрываю, мира нет. Тогда в ком причина? Причины нет, чтобы причина. Начинает рассуждать. То есть, если ты, Бог, играешь во всех, то причина в тебе, конечно же. Но причина, когда мы говорим «причина во мне», это не значит, что причина в моём теле. Причина может быть в теле каждого человека, потому что если я Бог, я везде. То есть, причина во мне, это значит, что я могу наблюдать за каждым человеком, и в каждом человеке будет причина, потому что я понимаю, что это моё продолжение. разделять, что причина во мне, чисто вот в моём теле, и типа вот они в них, это, ну, блин, тоже разделение. Когда вы видите, как другие люди на вас влияют, это тоже причина в них, потому что в них тоже вы. Так, ну, это мои рассуждения. Естественно, все эти шаблоны вы должны, это просто примеры, сами рассудить для себя. Ваш рост происходит только в момент своего собственного рассуждения, и вам нужно вот то же самое рассудить своими собственными картинками и своими собственными рассуждениями. Когда вы порассуждаете, тогда пазл сложится, и у вас, ну, трансформация шаблона ума, ну, как бы там, внутри повернётся. Пока вы меня слушаете, непонятно, потому что я только примеры даю, как рассуждать, вот, но сказать, да, всё, я поняла, что такое любовь и ненависть. Вы это на уровне ума, может быть, поймёте, но пока сами сейчас не возьмёте этот же шаблон и через свою картинку не порассуждаете, это не уложится внутри. То есть шаблон останется у вас шаблоном в голове, что любовь и ненависть — это что-то отдельное. Или то, что застой и изменение — это что-то отдельное. Пока вы сами новую картинку к этому шаблону не придумаете, не порассуждаете, шаблон в вашей голове не сложится. Если ты, Бог, играешь во всех, то причина в тебе, конечно же, нет, но не в твоём теле. Только опираясь на внешнее, понимая, что внешнее тоже ты. Мы привыкли опираться на людей, и внешние обстоятельства, разделяя себя и на них. А сейчас можно опираться на других людей, понимая, что в их теле тоже вы. И причём вот это сразу внешняя и внутренняя опора тоже трансформируется программой. Внешняя опора также мной создаётся. Если мы понимаем, что я опираюсь во вне, типа это плохо, но если мы понимаем, что это тоже я создаю, тогда внешняя опора, она такая же внутренняя, такая же внутренняя. Поэтому мы можем опираться на людей сколько угодно, на их знания, на их помощь, осознавая одновременно то, что, блин, я создаю этих людей для того, чтобы, блин, на себя же опираться, помогая самому себе. Блин, ну круто же. Реальность нереальна. Всё настолько нереально, что суперреально. кино реально или нет на мониторе экрана. Оно как бы и реальное кино, да, мы смотрим киношку, оно реально. Но в то же время мы понимаем, что оно ни хрена, ну нереально, потому что это всего лишь проекция на экране. Вот. Но мы испытываем чувства, когда смотрим эту киношку, реальные чувства испытываем. и причём смотря киношку, мы чаще испытываем чувства сильнее, чем, блин, в жизни. Прикиньте, ну чувства же реальные. Очень чувствуешь, поэтому эти чувства, которые мы чувствуем, да, они создают реальную киношку вовне. Это как с нарисованным пирогом. Помните, да, мы с вами, когда мы смотрели на пирог, мы прям чувствовали сладость, кто-то кровь там увидел, да, мы чувствовали там какую-то красоту, и вкус, кто-то звук услышал, какие-то разные чувства блаженства, кайфа, радости. И кого-то прям этот пирог так зарядил, что два дня колбасило от кайфа. Ну то есть, как будто реальный пирог поели. Но он вроде как нарисованный. Он и реальный, потому что мы реальные чувства чувствуем. И в то же время он нереальный. Вот наша жизнь такая же. А эта иллюзия, мы её чувствуем, эту иллюзию, нереальность через реальные чувства. Поэтому реальное, оно нереально. Не знаю, как поймёте. Надо самим вам тоже рассуждать, ну чтобы это прям зашло. Смет жизнь. Мёртвая кошка. Картинка. Блин, жуть. В мёртвой кошке, столько всего копошится, процессы идут, разложения, всякие червячки начинают оживать. Вот. Разложение, это же какая тогда смерть? Ну то есть, если там идут процессы, разве это смерть? В мёртвой кошке. Разве мёртвая кошка умерла? То есть, там всё остановилось. Жизнь — это же движение, а смерть — это остановка. Мы можем сказать, что в мёртвой кошке, в которой кипит жизнь, происходит смерть? Ну вроде как и можем, и в то же время ни хрена не можем. Вроде как жизнь кипит. То есть, что такое жизнь, что такое смерть? Если жизнь — это движение, перетекание из одной формы в другую, из одного мига в другой, из одного состояния в другое, само состояние и миг, само состояние и миг — это остановка. А вот процесс перетекания из точки в точку — это жизнь. То есть, сам процесс изменения — это жизнь. Мы, допустим, из какой-то точки остановлен, точка — это остановка, перетекли в одно состояние. Вот сейчас были грустные и стали радостные. Точка грусть — точка радость. И вот процесс, когда мы из грусти переходили в радость, вот это вот была жизнь, это процесс. А сама цель, вот эта сама точка — это остановка, то есть смерть. И получается, что мы умираем и рождаемся миллиарды просто раз в секунду. Потому что мы своё состояние меняем всё время, мы меняем постоянно. И наша Вселенная, что по квантовой физике, распадается на квак один, на всё, на ничего. На всё и ничего распадается и собирается заново, делая точный слепок нашего сознания, нашего мышления. И настолько эта вибрация быстрая, что мы просто не замечаем, как мы распадаемся в ничто, прикиньте. То есть жизни и смерти не существует. Это одно без другого. Это бесконечный процесс нашей вибрации, перетекания из одного состояния в другое. Само состояние — это точка смерти, остановка, а перетекание — это жизнь. То есть вот эта быстрая смена состояния, триллиард раз в секунду просто у нас происходит. Мы столько чувств, эмоций испытываем ежесекундно, доли секундно, очень много, что у нас столько вот этих вот остановок мы не замечаем. Ну и точно так же вот эту вот вибрацию мы не замечаем. Нам кажется, что всё так ровно и плавно идёт. это как кадры на киноленте. взять статичные картинки, кадры, и запустить их на скорости, они настолько быстро меняются, что нам кажется, что всё такое живое. Мы не замечаем, что каждый кадр — это остановка. А вот изменение этих кадров, перетекание из одного кадра в другой — это жизнь. То есть вот это движение и есть. Это и есть поток, это и есть изменение. Изменение одного кадра в другой. Вот сам кадр — это смерть. А перетекание из одного кадра в другой — это жизнь. В жизни смерти нет. Мы не умираем, мы не можем умереть. Мы всё время вибрируем и проживаем одновременно во всех телах, проживаем одновременно все варианты событий. У нас только здесь, сейчас все события будущего, прошлого. и настоящего существуют одновременно. Эгоизм и отрешённость. Ребёнок грудь сосёт. Такая картинка пришла. Эгоизм это вроде как всё для себя, всё для себя. Но разве ребёнок эгоист, если он сосёт грудь и молоко, еду потребляет только для себя? Но он же это делает для своего роста. А как он может вырасти по-другому? Ну никак, То есть он всё делает для себя, но при этом не эгоист. Почему? Потому что всё, что ведёт в рост, всё, что ведёт в жизни, это уже не эгоизм. А мама в это время понимает, что ребёночку эта еда необходима для жизни, для роста, она ведёт в жизни. правильно? И она как отражение создалась саму себя, то есть проявлена, поделена, то есть она размножилась, родила ребёночка как проекцию саму себя, то есть проекция получается. Она видит, что если ребёночек идёт в рост в жизнь, то есть она чувствует, что она сама идёт в рост и жизнь. И ей интересно создавать новую жизнь, ей интересно видеть, как проявляется её творение. А ребёнок при этом всё для себя. Так мама тоже для себя это делает. Ей интересно видеть, как она проявляется, как она творит. И желание всегда, с кем бы вы не резонировали, совпадает. ребёнок позволяет маме реализовать своё желание. То есть он ей даёт возможность реализовать своё желание. А мама даёт возможность ребёнку реализовать своё желание. Ребёнку нужно сейчас реализовать своё желание жизни, познать жизнь. А маме нужно то же самое познать жизнь уже через свое творчество то есть они друг другу они не эгоисты позволяют реализовать свое желание поэтому эгоизм и отрешенность на самом деле это одно и то же какие у вас трансформации как вы это соединяете в целое соединяем в целое путем рассуждения как это может быть одновременно и тем и тем опираясь на какую-то нелепую картинку потому что она нам как подсказка подсказывает накидывая на нее ассоциации что может быть целым боль здоровья следующая программа например заноза в пальц такая картинка пришла если боли нет ты будешь ходить занозой потому что зомби не почувствуешь ее эту занозу мы же ее даже не замечаем а там всякие процессы начнут происходить то есть опухни дной опухоль заражения кровью смерть бояться надо не боли а ее бесчувственности когда смерть но уже поздно будет замечать все мы так боимся жизни неизвестности то есть иногда когда ноль реакции боли нет мы же не знаем что тогда творится с нами хотел известность вот получай сигналы тела мы все хотим в жизни чтобы все было известно вот пожалуйста мы создали себе боль она на нас извещают что с нами происходит более того все шикарная штука самое здоровое что могло быть в организме что здоровье это когда все функции организма прекрасно работают то есть позволяют нам увидеть что с нами происходит и более то просто сигнал тела который позволяет нам увидеть что там не так я боль обожаю это крутой знак тела есть куда смотреть и предотвратить нашу остановку и пойти в рост так что боль это хорошо это не может быть плохо если боли нет мне нравится еще классный такой пример когда руку в костер положил или на плитку нечаянно опёрся она была горячая у тебя рука сгорит если боли нет вот так мы ее почувствовали понимаем что нихрена себе мы сейчас тело убьем так что боль не надо заглушать таблетками отрезать язык тела нужно просто подумать что оно сигналит у меня еще такой пост был интересный там либо на канале либо его на дзене уже выложили не знаю про боль типа что делать с болью перестать класть руку в костер то есть убрать руку с костра то есть вы когда видите что на боль сигналит просто взять и сделать это например у нас за лоза в пальце да ну логично убрать занозу и когда у нас головная боль мы понимаем то что ну она о чем-то у нас болит слишком-то много думок перестанет перестаньте это делать перестаньте думать об этой ситуации она решится как только вы перестанете думать для рука у вас болит начните что-то делать ноги полярные блин идите бегайте ходите страх идти вперед в неизвестность это вот ноги смотреть вы не хотите то есть перестаньте это делать и все более то сигнал где вы себя остановили и надо начать это короче сделать какую-то штуку и перестать руку усывать в костер или убрать из плиты или вытащить занозу в общем какое-то действие нужно сделать чтобы перестать себя убивать и останавливать гордость ничтожество вот прикольно шаблон классные чувство собственного достоинства самоуважение чувство удовлетворения от чего-нибудь это гордость да то есть когда мы такие прим я с гордостью вам скажу что у меня там вот такие вот знания с гордостью вам сообщаю что я здоровый и красивый там человека с гордостью расскажу о своих достижениях то есть гордость это классная штука сама по себе чувство собственного достоинства вы сами себя достойны горды не это классно почему не могу гордиться тем что я есть гордиться блин какая классная это это хорошее чувство вот а противоположное ничтожество когда у нас перебор гордости а вы читали на пост добро и зло зло это перебор добра когда у нас перебор гордости у нас уже будет гордыня то есть гордыня это перебор всего перебор чувства выпячивание их там ради того чтобы заткнуть внешне внутреннюю эту пустоту гордый воин с мечом такая картинка он по сравнению с целой армии ничто вообще не что творчество признать свою ничтожность ничто это быть богом бог это ничто и все одновременно гордость за то что я ничто я не такой сякой переросшая в гордыню а я горжусь что я никто и ничто блин классно классно у нас трансформация наверное только я ее пойму очень классно гордиться что я никто и могу быть любым прикиньте как круто принять свое ничтожество гордиться что я бог я все и при этом бог это ничто и все сделано из него же прикиньте круто все сделано из ничто так не трансформация нравится